Сегодня у нас заключительная серия по тематике парящих потолков. В этом видосе я обещаю, что вы увидите полностью их завершение, полностью парящую конструкцию, то есть парящий карниз. Надеюсь, у меня хватит финансов, чтобы засунуть в него подсветку, но это не точно, потому что она стоит денег. Давайте смотреть сегодня до конца, и будет интересно, я надеюсь. Еще раз скажу, это авральный режим, мы торопились дико, потому что здесь мы сейчас будем клеить обои на этом этаже. Обои я все-таки, еще раз говорю, они будут жидкие, и кто бы не говорил, что жидкие обои смотрятся не очень хорошо, я с этим человеком готов поспорить. Они бесшовные, блестящие, кто-то говорит, это блески осыпятся. Ребят, ничего не осыпется, это может быть раньше делали некачественно, сейчас делают вообще грамотные вещи. Ну не об этом сейчас. В общем, меня наругали все, кто может, что потолок сделан неэффективно, неэкономично. Давайте просто походу сейчас посмотрим. Может быть, все будет даже хорошо и вам понравится. Все, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, сейчас пару секунд покажу, как это должно выглядеть. Ну, как это выглядит у нас. Получается, вывели вот такую вещь для того, чтобы они состыковались. Здесь сейчас будет примыкание. И вот здесь у нас теневой, он там у нас подклейка к потолку клей пеной, поэтому ему уже никуда деваться вообще не придется. Вот. И вот этими местами мы прикасаемся к следующему листу. Вот здесь я сделал эти трамвайные опоры. Они идут по основной оси, они дополнительно еще поддерживают лист. Да, еще сделали, что мы можем легко рукой туда залезть и ленту поправить. Сюда даже можно и трансформатор было заложить, но я сделал для него свое место специально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот оно фрезерование. Вот так это все склеилось. Это очень крепкая конструкция. Использовал клей-пену, может быть, это неправильно. Может, меня сейчас за это поругают, но крепит очень хорошо. Как я делал? Брал кисточку с водой, быстренько проходил шов, запенивал. И второй. Собираю струбцины дековские. Шикарнейшие струбцины. Ребят, всем советую. Очень хорошо держат. Боялся, что будут курки ломаться. Вообще не ломаются. Очень крепко. Сейчас буду ступени клеить из фанеры. Вот, фанеру уже приобрел. Вон, двадцатку. Будет двадцатка, а снизу будет подклейка с фрезерованием для подсветки. Тоже буду этими струбцинами сжимать. Видите, вот это у нас, получается, с двух сторон симметрия. Эта штука будет использоваться на карнизы. Эта же штука, она имеет с одной стороны бортик красивый, с другой стороны подклейка вот этой вот штукенции. То есть, там идет у нас теневой профиль, там идет, получается. Кто говорил про теневой, что делает теневой, да, мы его сделали, только совершенно бесплатно. Не покупая никакие алюминиевые конструкции, загнули красиво. Сейчас там все равно немножко пройдем. Наклеим сюда стеклоткань, обрежем ровненько полосочкой. А внутрь, внутрь, друзья, будет секретный рецепт. Потом расскажу. Потому что, когда подходишь, так смотришь туда в щель. Смотрите, видите, немножко видно, что там находится внутри. Сделаем одну секретную штуку. Вы же мои зрители, я вам обязательно покажу, что это такое, но попозже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, а мы сделаем всего лишь небольшой перерыв на одну секундочку, потому что я просто хочу поделиться с вами информацией. Во-первых, все ссылки и коды будут в описании под видео, это точно. Вот прямо переходите туда и смотрите. А во-вторых, тема «Готовь сани с лета» – это очень актуальная тематика. И вы заметили, что я очень много товаров летом беру к зиме, а зимой беру к лету. Например, снегоуборочную машину мы взяли еще по осени, а зимой мы взяли, помните, культиватор. И вот сегодня компания «Хетр» с доставкой на дом привезла нам супермашинку, которой в этом году мы сделаем очень много полезных вещей на нашей стройке. Так, женюсь. Я один не открою. Это бензиновая газонокосилка GLM 6.0. Самоходная причем. И что мне очень понравилось? У нее травосборник пластиковый. 6 лошадиных сил. Давайте будем честными. Я парень такой, который постоянно пропадает на пасеке, на охоте, в тайге. Очень много у меня разных задумок. И моя Женька уже давно научилась заводить эту технику просто на раз. И почему-то с «Хетром» у нее очень хорошая дружба. «Хетр» и «Санта» заводятся только так. Без каких-либо проблем. Я даже думаю, что в этом году огород она будет пахать сама. Собирай машинку, а я пошел делать потолки. Шучу, шучу, я помогу. Мне что нравится, вот в этих фирмах всех, они собираются за 2,5 секунды. Смотри. Поднимаешь, зацепляешь. Готово. Все. Залепил, и все. И ты можешь двигаться, он будет все время сам ехать. Если у нас есть пожелание косить траву повыше, мы берем за рычаг, оттягиваем и поднимаем одним движением. Дальше, что мне понравилось, когда я смотрел описание. У этого товарища есть боковой выброс. То есть пристегиваете вот эту конструкцию вон туда, да? Просто вставляете вот под пластмасску. Все. На своей старой машинке, что я делал? Я поднимал заборник, привязывал его, чтобы не бросало в ноги. Периодически летало в глаза. Поэтому приходилось работать в очках. В данном случае убрал мешок, заглушка закрылась. Работаешь, трава идет вбок. Машинка самоходная. Заводится с полпинка. 53 сантиметра, по-моему, рез, могу ошибаться. Но это максимальный рез в этой категории. Я имею в виду травы. Зима. Нужно брать к лету. Прямо вот сейчас. Запасайтесь. Сейчас цены просто вкуснейшие. Первая травка пойдет, и вы увидите, как мы начнем с ней работать. Просто рекомендую. Ну, а мы продолжаем дальше работу по потолкам. Электрика у меня опиралась вот на вот эти профиля. Мне так не понравилось. И я решил взять перфолепту, простую, довольно знакомую, и зафиксировать это все к потолку, чтобы нигде ничего не прикасалось с режущим профилем. В углах добавил розетки, то есть у нас в самом парящем карнизе будут розеточки еще. Это на случай дискотечных вариантов лазерных светомузык, парогенераторов и так далее. Это все надо красиво оформить. Так не гоже. Ребята, знаете, что я придумал? Назову этот видос, возможно, придавить двух зайцев одним потолком. Почему? Мы сделали парящий карниз с подсветкой, и мы сделали теневой шов. Бесплатно. Ну, то есть, вы сами поняли. Безвозмездно. То есть, даром. Осталось сейчас это все заштукатурить, белым покрасить, и будет пушка для тех друзей, которые сейчас скажут, Денис, это пылесборник. Для них я скажу, парни, возможно, вы правы. Но Денис продумал этот потолок так, что туда можно легко залезть пылесосом и один раз в 56 лет прососать эту пыль, которая за 56 лет, собственно говоря, и скопится. У нас дома будет потом чистый, когда мы закончим стройку. Комментарии приходят такие, что как можно жить в доме, в котором ты ремонтируешься и все такое. Ребята, ну, понимаете, это мое хобби. Строить и офигенно экономить. Офигенно экономить. Смета будет дальше в этом ролике. Но скажу, что мой товарищ, а он, по-моему, это говорил на видосе про пасеку, у него 50 квадратных метров вышло более 150 тысяч. И натяжной причем потолок, не гипсокартонный. Гипсокартонный, вы знаете, он дороже. Эта штука у нас выйдет, думаю, что ценник будет до 50 точно. Хотя не знаю, ну, с электрикой, конечно, может быть и выше было бы. Я имею в виду, когда я куплю светодиодную диспетчеризацию. Но пока вот с проводами ВВГ, НГ, ЛС, ГОСТ, 3 на 2,5 квадрата, 30 метров. И вот эта вся пачка вышла в 4300 рублей, что-то такое. Мы электрику не считаем вообще, потому что она бы и в натяжных потолках бы тоже была. Поэтому давайте будем с вами только считать именно покрытие. Это промежуточный этап. Сейчас вот еще воду повешали. Сейчас еще вон туда начнем двигаться дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Я сейчас хочу разложить белую ленту и желтую ленту наши парящие карнизы. И мы с вами сейчас посмотрим, как это все будет смотреться. Какой выбрать цвет в карниз парящий. И, собственно, на этом, наверное, по потолкам вопросы все кончатся. Потому что останется вам только показать финальный этап, как мы это все дело с Женей обыграли. Смотрите. Так, понятное дело, что сейчас ничего приклеивать не буду. Я просто положу, чтобы нам понять, как это будет в дальнейшем. Ну, слушай, ну ты, наверное, уже в курсе, что сейчас будет происходить. Поэтому давай мы эффект вауа детей услышим. Ты держи, а я воткну в розетку. А потом мы их позовем. Так. И мне интересен твой эффект вауа. Прикинь, они обыцепляют. Да не может быть тот холодный. Давай цвет вообще вырубим. Дети! Идите сюда. Какой цвет вам нравится? И вообще нравится ли вам? Круто. Круто? Да. Какой-то из двух. Очень круто. Нравится? Да, наверное, Желтый больше. Это приятно. Прикинь, такая подсветочка. То есть включили вечером, да? И она нам не мешает. Вокруг все освещает. Так по периметру красиво. Приятный, нежный. Но я, честно говоря, не знаю, сколько здесь ватт на метр. Я буду брать 7 ватт на метр. Здесь, может быть... Наверное, здесь и есть 7 ватт на метр. Ну смотри, нет, вон там, видишь, там светодиодка открыта к потолку. И там видно холод. А здесь это прям очень теплый. А можно взять нейтраль между ними двумя. Мне этот нравится. Белый нравится? А тут потолок видо неровный. Вон, там катышки какие-то. Да это все... Нет, катышки это все уберется еще, дочь. Мы еще же не затирали его. Все, что мы хотели вам показать по потолкам, мы заканчиваем. И сейчас мы переходим с Женей на лестницу. Я думаю, еще эти выходные мы убьем на потолке, потому что нужно их все-таки докрасить, нужно зашпатлевать, нужно потолки покрасить. И потом мы переходим на лестницу. Здесь будет очень много интересного. Это, опять же, обои, это ступени, подсветка внутренняя ступеней. Это много всего. Не буду спойлеры сейчас кидать. В общем, пора делать дом красивым. Мы этим сейчас занимаемся. Все, пока. Пока.